Доброй ночи! В эфире выпуск новостей в студии Ализаца Киева. Президент Нурсултан Азарбаев обратил внимание нового председателя правления АО «Национальная компания Астана-Экспо» Нахмеджана Есимова на высокую ответственность, возлагаемую на компанию в рамках подготовки международной выставки Экспо-2017. Президент также подчеркнул масштабность поставленных задач, отметив необходимость их своевременной и качественной реализации. Есимов же проинформировал президента о планах на предстоящий период. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. Как сообщалось, экс-аким Алматы Есимов был назначен руководителем Национальной компании Астана-Экспо-2017 9 августа. До него председателем правления был Талгат Ермигияев, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в хищении бюджетных средств и взяточничестве. Своё участие в Экспо-2017 официально подтвердили 36 стран, сообщил главный менеджер Департамента маркетинга и продвижения АО «НК Астана-Экспо» Мидгатул Жаев. Мы ожидаем еще 20 письма о подтверждении от других стран. Экспо-2017 будет проходить с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Эстонии. Планируется участие свыше 100 стран, более 10 международных организаций, различных ведущих компаний в сфере инновационных технологий. В ДТП на 112-м километре трассы Алматы-Усть-Каменогорск в Алматинской области погибли 6 человек, еще 5 госпитализированы. Авария произошла в районе поселка Шенгельде. Столкнулись Mercedes-Benz 230 и Opel Zafira. На месте аварии сразу погибли 4 человека, двое по дороге в больницу. Среди пострадавших в аварии двое несовершеннолетних. Состояние некоторых доставленных в больницу тяжелое. По предварительной версии, виновником ДТП является водитель Mercedes-Benz, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Следствие рассматривает две версии причины ДТП с участием автобуса на трассе Алматы-Бишкек. На данный момент основными версиями произошедшего являются человеческий фактор и техническая неисправность. Пока версия о том, что водитель уснул за рулем, не подтверждена. По информации ДВД, автобус опрокинулся на бок, но не перевернулся, благодаря низкой скорости движения. По уточненным данным, после ДТП в больницу были доставлены 15 человек. Часть из них была отпущена домой после оказания медицинской помощи. Как сообщалось, 15 августа в Алматинской области неподалеку от Каскелена прокинулся рейсовый автобус, следовавший из Шимкента. В салоне находились 46 человек, погибших в результате ДТП нет. Полиция Астаны ищет злоумышленника, проникшего в один из столичных банков и похитившего сбережения банковского клерка. Неизвестный проник в цокольное помещение банка через вентиляционную шахту. В кабинете для технического персонала из сейфа были похищены личные сбережения одного из сотрудников банка в сумме около 30 тысяч долларов. Сейчас реклама, а после мы продолжим рассказывать о событиях городских. Оставайтесь с нами. В эфире выпуск новостей. Продолжим. По сообщениям синоптиков, сегодня ночью ожидается кратковременный дождь и гроза. Ночная температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. Но завтра днем столбики термометров покажут 25-27 градусов по Цельсию. В течение недели ожидается постепенное понижение температуры воздуха. В первой половине недели ночью температура воздуха останется прежней, плюс 12-14. Но в последующие дни наблюдается понижение до 10-12 тепла. В пятницу в субботе днем будет 19-21 тепла. В воскресенье вновь небольшое повышение до 23-25 тепла. Небольшие осадки возможны днем в пятницу. Жаркие дни, державшиеся в Актюбинской области всю прошлую неделю, принесли немало хлопот пожарным. Тушить огонь они выезжали более 70 раз. Но в пятницу им пришлось тушить сгоревший автомобиль на перекрестке Пугачево и Бугимбай-Батыра. Здесь после ДТП загорелся автомобиль марки «Жигули». Кроме того, в данном случае понадобилась и помощь спасателей. Им пришлось извлекать из зажатого автомобиля двух Актюбинцев. Пострадавшие сейчас получают лечение в ВСМП. В связи с погодными условиями участились пожары и в степи, и очень много вызовов было за прошедшие трое суток, достаточно напряженными. И для службы пожаротушения, и для сотрудников оперативно-спасательного отряда были прошедшие трое суток. За минувшую пятницу и два дня выходных пожарные расчеты выезжали на пожары 22 раза. На тушение горений 75 раз. Были осуществлены две поисково-спасательные и 12 аварийно-спасательных работ. В результате спасены 19 человек, в том числе на воде, при патрулировании водоемов города и при блокировании дверей в квартирах. Актюбинским водителям придется как минимум до 20 сентября терпеть автомобильные заторы в старой части города. Речь идет именно о тех участках, которые входят в окрестности улицы Жанкужа-Батыра. Именно в конце второй декады, с сентября, энергетики обещают привести в порядок теплотрассу на этой улице, а также полностью восстановить асфальтовое покрытие. Отметим, что сейчас на отрезке улицы Жанкужа-Батыра от Кубландина до Караса-Батыра ведется реконструкция теплотрассы. Как отметили в АО «Трансэнерго», работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Будет реконструировано 380 метров трубопровода. При реконструкции укладывают предизолированные трубы, которые не подвергаются наружной коррозии. Работа финансируется в рамках программы Нурлыжол. В Министерстве образования и науки Казахстана сегодня далее короткое разъяснение по ситуации с обеспечением бесплатными учебниками всех школьников. В пресс-службе данного ведомства говорят, что местные исполнительные органы обязаны обеспечить учеников всех классов необходимыми книгами. При этом более подробную информацию по Акцюбинскому региону ведомстве обещали предоставить в трехдневный срок. Обеспечение учебниками учебно-методической литературы, оно согласно закону действующего об образовании, входит в компетенцию местных исполнительных органов. Акцюбинская полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия подростка, которое проходило с 10 по 13 августа. Целью акции по традиции стало предупреждение правонарушения и преступления среди несовершеннолетних. В рамках УПМ стражи порядка задерживали несовершеннолетних за нахождение вне дома без сопровождения законных представителей, бродяжничества и попрошайничества. Помимо этого, оштрафованы взрослые, которые продавали им алкоголь и табачные изделия. В проведении УПМ приняли участие более 300 сотрудников полиции. В период проведения УПМ в органы внутренних дел доставлено 188 несовершеннолетних. Из них 172 несовершеннолетних за нахождение без сопровождения законных представителей в нежилище. Также разоразбитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в пианом виде доставлено 12 несовершеннолетних. Также выявлено по одному факту продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, и продажи табака и табачных изделий несовершеннолетних. Все материалы направлены в суд. Также выявлен один факт отпущения нахождения несовершеннолетнего развлекательного заведения в ночное время. Пограничникам Киргизии удалось стабилизировать ситуацию на контрольно-пропускном пункте Акжол на Киргизско-Казахстанской границе. Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс. Но с момента открытия границ здесь наблюдались автомобильные пробки и большое скопление людей. Сейчас пропуск осуществляется в штатном режиме, сообщает информагентство. Но как дела обстоят на других пограничных участках стран Евроазийско-Экономического Союза, в нашем следующем материале выпуска. Казахстанец Алексей в дальние авторейцы выезжает с конца 90-х. Говорит, что за эти годы успел привыкнуть уже ко всему. Были, например, времена, когда на границе стояли сутками. Сейчас, по мнению дальнобойщика, ситуация намного благополучнее. Граница, да, желала бы лучшей дороги, что на российской таможне дороги нет. А так нормально все, проблем нет, пропуск нормально, быстро. Однако не все дальнобойщики, проезжающие через регион, разделяют мнение нашего соотечественника. Многие говорят, что открытие границ меняет ситуацию ненамного. Пересекать их по-прежнему проблематично. Досмотры, все это такое, занимает трату времени большого. Два дня обычно, три дня на досмотр попадаешь. Соответственно, вот я везу рыбу, лосось замороженную. Соответственно, она размораживается при разгрузках, при погрузках этих. Раньше до этого вообще постоянно по Европе работал. Там совсем другой мир, как говорится. Это не то, даже не рассказать, это просто так. Когда с России в Белоруссию заходишь, ты не замечаешь, что ты заехал в другую республику. А здесь колейки, стоишь, ждешь, проверяешь, то, сё. Зачем тогда было организовать этот Евразиатский союз, если оно как было, так оказалось. Единственное, что сейчас, да, проехал, ну, простоял ты в очереди, проехал, отметку сделали. Единственное, сейчас не надо никаких толком, как говорится, там можно документовать, всё. А так, как оно, в принципе, так было, так и осталось. Между тем, недавно открытой для страны Евразийского экономического союза оказалась и граница с Киргизией. Однако пока тем, кто ездит в этом направлении, радоваться особо нечему. Дальнобойщики говорят, что вынуждены простаивать в автомобильных пробках. Хотя по сообщениям республиканских СМИ, ажиотаж на границе имеет временный характер. Пограничникам уже удалось более или менее стабилизировать ситуацию, сообщают СМИ. Алиса Маринец, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в Оксюбинском колледже сервиса началось тестирование учащихся на специальность «Повар». Ежегодный отбор проводится на конкурсной основе. В этом году на одно место претендует 4 человека. Приемная комиссия будет работать до 20 августа. По итогам тестирования на обучение по данной специальности будут зачислены 50 учащихся. Август в колледже сервиса «Горячая пора». Будущие учащиеся приходят сюда вместе с родителями, чтобы пройти тестирование. Эта процедура стала обязательной для выполнения госзаказа на самые ходовые специальности. По одной простой причине – желающих здесь учиться ежегодно становится больше, а количество мест остается прежним. Вот и получается, что конкурс сюда почти вузовский. 3-4 человека на место. Сегодня в Оксюбинском колледже сервиса проводится собеседование. Этот колледж стал инициатором проведения собеседования вместе с родителями. Хотелось бы отметить, что в этом колледже профориентационная работа очень хорошо работает, поэтому мы видим, что на одно место по 4 человека даже идут. Вот поэтому сегодня проводится такое собеседование. Как известно, колледж сервиса готовит поваров, кондитеров, продавцов и портных. В этом году методом тестирования на учебу по этим четырем специальностям будут зачислены 175 человек. В течение нескольких дней члены комиссии планируют познакомиться с юношами и девушками, которые решили связать свое будущее с искусством приготовления пищи. Сам очень люблю готовить дом и готовлю сейчас. Я вообще выбрал этот колледж, потому что моя мама здесь училась, потому что я, как ни по наслышке, знаю, что есть хорошие и сильные учителя, мастера, что они могут, ну, как сказать, хорошо выучить. Я решил пойти по стопам мамы. В ходе собеседования члены комиссии задают тестируемым самые разные вопросы. Проверка идет по нескольким направлениям – от уровня базовых знаний школьной программы до степени психологической уравновешенности будущих учащихся. Результаты обрабатываются, и уже через несколько часов списки конкурсантов, удачно прошедших отбор, становятся известны. Напомним, тестирование будет проходить с 17 по 20 августа. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». Четвертый областной фестиваль по национальным видам спорта состоялся в минувшую субботу на ипподроме. Мероприятие было приурочено к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана и Дню спорта. Ипподром в этот день стал местом не только спортивных состязаний, но и праздничным аулом. Все 13 районов области представили свои юрты в нарядном убранстве. Организаторы включили конкурс на самую лучшую юрту в список запланированных мероприятий в рамках юбилейного года Ассамблеи. А еще здесь определяли самого красивого коня и любовались резвыми скакунами, непосредственными героями популярной бойги. Соревнования прошли по 12 национальным видам спорта. Разрешите от имени Акима области Архимеда Гижановича Мухаммедова поздравить всех присутствующих, любителей, поклонников спорта, ветеранов наших легенд спорта, тех, кто просладает Актибинскую землю на международной спортивной арене с вашим профессиональным праздником. Собравшиеся с азартом болели за участников конно-спортивных состязаний. Своё мастерство и скорость наездники показывали в скачках на 25, 16 и 7 километров. Победителей наградили грамотами и призами. Кроме того, от имени Акима области 16 человек получили благодарственные письма за вклад в развитие физкультуры и спорта. В том числе студент городского вуза и уже обладатель высоких титулов в интеллектуальном виде спорта. Я занимаюсь шахматами с 4 лет. Самые высокие достижения были в 2012 и в 2015 году. В 2012 году я занял первое место в чемпионате Европы до 14 лет. И в 2015 году я занял в Таиланде третье место в чемпионате мира до 17 лет. В настоящее время среди молодых актюбинцев наметилась хорошая тенденция дружить со спортом и вести здоровый образ жизни. Фитнес-центры, спортивные залы и открытые площадки никогда не пустуют. Но говорить о массовом увлечении жителей нашей области спортом пока еще рано. Как показывает статистика, спортсменами могут себя назвать лишь 25% от общего числа населения. Ирина Гудь, Жаслан Жабаев, программа «Факт». Актюбинские теннисисты отличились на соревнованиях по этому виду спорта, прошедших в Шимкенте. С 10 по 16 августа в турнире серии «Мастерс» приняли участие дети из многих областей Казахстана. Актюбе также представляли лидеры в подгруппе до 12 лет. Первые места среди девочек заняла Аделя Баймагомбетова, среди мальчиков – Даниал Таскале. В миксте бронзу завоевали Артур Хайруддинов и Дарья Елфимова. Все отличившиеся являются воспитанниками у «Одису США» по теннису. Турнир проходил с 9 по 16 августа в городе Шимкент. Название турнира «Шимкент Мастерс» до 12 лет и младше. Первое место у нас заняла Баймагомбетова Адель у девочек. И первое место Таскале Даниал у мальчиков. Ну, Баймагомбетова Адель, она была фаворитом турнира, в принципе, доказала всю свою силу. А Таскале Даниал выиграл в финальном матче у принципиального соперника своего, которому по матчам он проигрывал до этого 3-2. Вот сейчас он сравнял. Вместе с тем Дарья Елфимова и Артур Хайруддин, завоевавшие третье место в миксте, получили также бронзу в одиночных разрядах. Теперь всем отличившимся детям, как и полагается Казахстанская теннисная федерация, добавит рейтинговые очки к имеющимся в соответствии с занятыми местами в турнире. В целом, как отметил тренер Одзю Суша по теннису Сергей Квак, нынешний год складывается весьма успешно для воспитанников областной детской и юношеской спортивной школы по теннису. Начиная с апреля этого года юные спортсмены завоевывают на казахстанских турнирах первой, второй и третьей категории призовые места. На сегодня все. Спасибо за внимание. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин